Продолжение следует... В плане общего обзора понятия греха. И я просто сейчас вам в отношении особой этой темы о родовом грехе, который как-то обычно не рассматривается в курсах, ещё раз напомню. Просто кое-что зачитаю, вам же ясно, что это такое. Вот один из наших богослов дореволюционных, Кремлёвский, писал, «Церковь осуждает как тех, которые выводят все грехи из наследственного принудительного влечения». То есть, которые считают, а куда денешься? Я таким родился. Кстати, с такими вопросами подходит. Подходит, да, и... Причём по вопросам очень такого серьёзного нравственного характера. Правильно? А что? Меня Бог таким сотворил. Да. Ну, приходится отвечать. Ну да, если тебя Бог сотворил с наклонности к воровству, то, значит, это всё и нормально. Воруй. Да, хорошо, что эта мамаша, так сказать, поняла, о чём тут речь и что нужно отвечать. Так вот, Церковь осуждает, кто выводит все грехи из наследственного принудительного влечения, так и тех, которые отвергают определяющее влияние природного расстройства на происхождение всех грехов. То есть, видите, стоит между тем и другим. Нельзя полагать, что мы рабы наследственности, но нельзя и отвергать того, что наследственность имеет действительно существенное значение в нашей жизни. Вот. Ещё раз хочу, опять-таки, подчеркнуть. Порочные или укоризненные страсти, то есть греховные страсти – это не новые свойства, вы слышите, которые мы наследуем. Это не новые свойства, которые вдруг у человека возникают. Нет. А это лишь болезненные выражения наших естественных свойств, беспорочных страстей. Друзья мои, я прошу вас, запомните, пожалуйста, разницу между непорочными, беспорочными или негреховными страстями и греховными. Слово «страсть» – вот только что, сейчас я говорил на первом курсе, слово «страсть» имеет два значения, и нельзя смешивать их между собой. Одно дело, когда мы говорим о страсти и подразумеваем здесь что-то дурное, греховное, нехорошее, то есть когда оцениваем это понятие с точки зрения нравственной. И другое дело, совсем другое дело, когда под страстями мы разумеем то, что приносит страдания, боль, например, или то, без чего мы не можем существовать, без пищи, без питья, без одежды, которая нас ограждала бы от холода или защищала от жары. Вот так. Это разные вещи. Так вот, в человеке есть беспорочные, негреховные страсти. Так вот, греховные-то возникают как раз на почве болезненного, то есть ненормального употребления или, я бы сказал, удовлетворения вот этих непорочных, негреховных страстей. Одно дело – есть брак, и другое дело – распутство. Совершенно разные вещи. Если первое – это непорочное, нормальное, сам Господь, который благословил, ничего нет худого, то второе – распутство. Это есть преступление, которым человек губит себя. Как апостол пишет, а блудящий во своё тело согрешает. Сам себя наказывает. Вот это нужно, друзья мои, тоже понимать. Это то, что я, так сказать, просто напоминаю вам. Ещё один момент. То, что родовая вот эта или наследственная повреждённость, она особенно действенна в трёх-четырёх поколениях. Ну, как говорит, по крайней мере, Ветхий Завет. Вот эта вот патологическая предрасположенность к каким-либо страстям. Особенно ощутимо она действует. Вот. И если она не истребляется, не излечивается, ну, достойной жизнью этих поколений, то она может приобрести устойчивый характер и стать характеристикой рода как таковой. Это надо иметь в виду. Все хотят иметь хороших, нравственно чистых детей. Вот он закон. Надо это знать. Поэтому очень важно, очень важно воспитывать детей, детей в том, чтобы они боролись с этими, когда мы видим, этими предрасположенностями. Боролись. Потому что таким образом они и себе принесут пользу и своим уже детям. Вот. В псалме в одном очень хорошие есть слова. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов их, и грех матери его да не изгладится. Видите, как сурово предупреждает. Вот. Сурово предупреждает о том, с чем человек не борется. Вот эти вещи, так сказать, нужно иметь в виду. И я вам зачитывал Макария Египетского, помню уже в конце самой лекции, который говорит сразу о трёх, о трёх видах греха – о личном и о тех двух других, которые грехом-то назвать бы нельзя. Потому что, по сути, это не грех. Ещё раз вам повторяю, грехом является акт личности. А там, мы говорим о первородном повреждении и родовом повреждении, который является только болезненной наследственностью, но никак не личным грехом. Это надо иметь в виду. Я делаю вывод, друзья мои. Итак, в чём же принципиальное отличие понимания христианского, когда мы говорим о грехе, от нехристианского? Или лучше, я бы сказал уже, иначе. Сейчас в наше время, увы, приходится говорить иначе. Православного понимания греха от неправославного. В чём? Напоминаю вам. Неправославное понимание, которое присуще язычеству, ветхозаветному иудейству, современному католицизму и протестантизму, заключается в том, что грехом называется, нарушение той заповеди, которую Бог, вот там он, видите, дал нам. И я нарушаю её. Это, вот это понимание называется юридическим или правовым. Рассматриваются заповеди как нечто внешнее по отношению к человеку, как закон государственный. И отсюда вывод делается соответствующий. Для нас это очень важно, друзья мои. Вывод какой? Естественно, когда я нарушаю закон, я подпадаю под его действие. Действие этого закона. Я нарушил Божий закон, я подпадаю под его действие. Гнев Божий, наказание Божие и так далее. О чём говорит православие? Пожалуйста, это усвоите. грехом называется грехом называется любое деяние человека, которым он вредит своей душе и своему телу, то есть себе. Слышите? Себе! Потому что наше тело, наша душа, человек сам по себе, как и вся природа, есть ничто иное, как осуществление божественных энергий. Ну, я сейчас вот на первом курсе читал лекции об этом, и вам это, может, не совсем понятно, может, ещё. Но одним словом, что наша природа – это не есть что-то чуждое, отдельное от Бога, а это есть ничто иное, как реализация божественных энергий. Почему Григорий Палома, святитель, говорит, что Бог есть и называется природой всего существующего. Наша природа, вот мы, люди, это есть нечто иное, как реализация божественных энергий, осуществление их. Вот в каком смысле мы часто говорим, что мы нарушаем заповеди Божии. Грех есть нарушение заповедей Божьих. Повторяю ещё раз, православное понимание к чему сводится. К тому, что греха. Что каждым грехом я себя калечу. Себя, свою природу, природа, которая является осуществлением божественных энергий, себя, себе приношу я вред. А Бог только предупреждает меня, умоляет меня, даёт вот эти нормы правильной жизни. Человек, вот как надо, веди себя вот так, так, не делай вот так, как любвеобильная мать, как любвеобильный отец. Предупреждают только. Это мы называем заповедями. Слышите, что заповедь называем? Вот эти вот исполненные любви, любви, слова Божии по отношению к человеку. Человек, не убивай, не грабь, не обманывай, не лукавь. Ты себя наказываешь этим. Слышите? Себя. Вот чем отличается православное понимание от юридического, вот этого внешнего. А себя наказывая, я понимаю, если я буду себя резать, ходить по гвоздям, которые кверху, то со мной может быть многие вещи. Может быть, просто волдыри, там, или какие-то язвы страшные на моих подошвах, а могу получить из-за рожения крови, а может быть, неизвестно, на что у меня там, куда ударит это заражение, что у меня заболеет, какой орган или какая болезнь возникнет. Мы этого не знаем. Знаем другое, что, оказывается, рану, которую я наношу себе, так, это рана, она приносит мне вред, и Бог, будучи любовью, предупреждает меня от этого. Это предупреждение и есть заповеди Божии. Вот, оказывается, чем не является. Вот в этом различие, отличие. Потому что, не забудьте, что мы с вами не догматическим богословием занимаемся, а апологетикой. И поэтому я вам и показываю, чем христианство отличается от нехристианства. Лучше сказать, православие от неправославия, в том числе и, но даже, славия. Из этого происсякают, кстати, очень серьёзные вещи, о чём мы говорим. Поскольку вот это юридическое или правовое понимание греха, оно привело к неправильному пониманию жертвы, жертвы и жертвы Христовой в частности, к неправильному пониманию учения о Христе как таковом, о спасении как таковом, принесённом Христом. Но об этом мы с вами вот и поговорим. Сейчас я немножко так поговорю о вещах, которые, кажется, очевидны, но, как вдруг неожиданно я был удивлён, да, и просто неожиданно был удивлён, неожиданно, оказывается, вдруг настаивают на удивительных вещах. Речь идёт вот о чём. Для нас очень важно же понять, чем отличается, что сделал Христос. Вот в проповедях говорят, «Он нас спас от греха». А то ещё такие вещи говорят «От греха, проклятия и смерти». Когда я слышу слово «проклятие», меня прямо сжимает здесь. Оказывается, Бог-то кто такой? Я думаю, что Он – любовь. А оказывается, мне страшно становится даже. Но вопрос такой, что же сделал Христос? От смерти все умирают, от греха все грешат. от проклятия вообще не понимаю, что это такое. То есть, понимаю, об этом поговорим. То есть, произносят эти общие фразы, а что они значат? Вот это очень важно, друзья мои, понять. Это чрезвычайно важно. Почему? Я вам скажу, если мы этого не будем понимать, мы не понимаем христианство. потому что это центральная догма христианства, центральная истина христианства, которая совершенно решительно выводит его из круга всех религиозных представлений и показывает не просто уникальность его среди всех религий мира, а показывает нечто потрясающее совершенно, действительно божественный характер этого события, как такового. Что же сделал Он? Ведь Он же воплотился. Что же Он сделал? Мы с вами говорили о Боговоплощении. Говорили. Чем отличается христианское учение от нехристианских представлений. И вот сейчас, чтобы понять, что же Он сделал, прежде нам просто придётся, ну, никуда мы не денемся, придётся нам поговорить о том, что же воспринял Бог Слово человеческую природу? Какую? Какую? Что это такое из себя представляет? И зачем? И зачем? Первый вопрос совершенно ясный, да. Неужели Бог не мог так спасти человека? Он же Бог! Для чего это было нужно? Об этом поговорим. Но Он же воплотился так, интересно, вычеловечился, какую же природу Он принял? Ой, как интересно! Интересно в чём? Оказывается, две точки зрения есть. Не одна, а две! Это поразительно просто! две! Одна я бы назвал её православной, другую я бы назвал монофизитской. Хотя должен вам сказать, что некоторые из отцов, некоторые из отцов ещё, высказывали иногда эту вещь, но подавляющее большинство отцов, просто подавляющее, говорит совершенно однозначно, какую природу Он воспринял и почему, главное, они утверждают, почему воспринял. Вот это очень важно, друзья мои. Какова была цель Бога воплощении? Цель исправить повреждённое естество человеческое. Мы с вами уже говорили, что произошло уже с человеком в грехопадении? Из бессмертного он стал смертным, из бесстрастного, неуязвимого стал болезненным и уязвимым, из нетленного стал тленным. Вот кем он стал в спасении. И вот эта совокупность вещей – смертность, тленность, страстность – она оказалась той зыбкой почвой, на которой человек легко переходит границу. То, что мне хочется есть, ничего греховного нет. Отче, хлеб насущный дашь нам есть. Ничего не только греховного, даже молим. Однако, сев за стол, я вместо того, чтобы насытиться, я не буду говорить, ни за что не скажу. вино и говорить нечего. Тут вообще тайна непостижимая человеческая, да. И прочие всякие вещи. Вы слышите? Вот она, где зыбкость-то эта. Легко перейти грань. И вместо того, чтобы напитать естество своё, дать то, что ему стало потребным, я перехожу границу и начинаю совершать поступки против естества. Желудок кричит, я не могу уже больше, а я корчу, молчи ему, ты знаешь, как это вкусно, ты ничего не понимаешь. Так я борюсь своим естеством. Кстати, святые отцы так и называют все наши страсти, все. Вот это, вот это переступление грани противоестественными. Любой грех – это есть деяние против естества, против природы, против естественным. Так и называют они. Вот что такое грех. Это нечто противоестественное. Так вот, почему это всё происходит? Мы легко переходим границу естественности в противоестественность. задача спасения в чём же состояла? Исцелить человеческую природу. Вот от этих аномалий. Каких аномалий? От тех, которые являются почвой для греха. Уничтожить смертность, тленность, болезненность или страстность. Вот в чём, вот в чём заключалось спасение. Ради этого Бог воплотился. И вот я почему в этом говорю? Итак, только через это мы поймём, какую природу воспринял Бог Слово в своём воплощении. Если бы Он воспринял природу какую, взяв её и тут же исцелив воплощении, тут же исцелив её природу, сделав её бессмертной, нетленной, бесстрастной, тут же, то есть восстанавливая природу первозданного Адама, то всё сделано. Всё сделано. Больше ничего не надо. Ну, а до заповеди мог дать и Иоанн Креститель. всё бы было сделано, природа исцелена. Вывод дальше. А зачем же Крест, страдания, смерть? Конечно, не нужны они уже. Это непонятно тогда, зачем они нужны? Это что такое? Некоторые придумывают там, это пример. На это им отвечают, простите, пример чего? Когда человек прыгает с десятого этажа, говорят, смотрите, какой я смелый, то что скажут. Пример чего? Ради примера пришёл, что ли, Христос? Святые отцы решительно говорят, что весь центр христианства, вся его сущность в жертве, в страданиях, смерти и воскресения. Вот вся сердцевина христианства. И вдруг нам предлагается, что предлагается? В воплощении самом уже Бог исцелил человеческую природу, и дальше он, и дальше что? Дальше? Он уже бесстрастный, нетленный, бессмертный. А как же понять его страдания? А как же понять крест? А как понять смерть? Если вы только знали, какие тут идеи придуманы, они очень хорошо выражены идеологами автарто-дакетов, которых я вам потом сейчас процитирую. Вы увидите. Сначала я вам хочу сказать, что святые отцы в своей, я говорю, подавляющей, подавляющем большинстве решительно говорят, в том и состояла его жертва, в том и заключалась причина его воплощения, что он воспринял наше смертное естество, болезненное естество, тленное, с тем, чтобы на кресте, пригвоздив эту смерть, смертью смерть поправ восстановить, исцелить, воскресить эту природу в самом себе, не в нас, не в нас, а в самом себе. Но прежде чем, так сказать, это я предваряю, теперь я кое-что вам, значит, и проиллюстрирую. проиллюстрирую, как святые отцы смотрят на это. Я просто, ну, хотя бы несколько отцов вам приведу, чтобы вы сами могли убедиться. Григорий Богослов. Христос воспринял худшее, слышите, чтобы дать лучшее, обнищал чтобы нам обогатиться его нищетой. Он, Христос, утомлялся, алкал и жаждал и был в барении и плакал по закону телесной природы. Вы слышите? Не потому, как потом последствия писали автарта да кеты, что он захотел, вот он специально каждый раз принимал это на себя. в какую-то игру превращают. Афанасий Великий пишет, а когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомлений, ни глада, ни смерти. И с гневом восклицал Афанасий Великий, обращаю ваше внимание, да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству. Слышите, какую природу он воспринял? Да умолкнут, которые утверждали, что плоть Христова бессмертна по естеству. Потому, что уже вот эти монофизитские тенденции, они всегда присутствовали и присутствуют. Он пишет, какой долженствовал быть конец тела по снишестии в него слово с большой буквы? Не могло оно не умереть, как смертные? Многие спрашивают, а как бы, умер он, если бы его не распяли, или нет? Умер бы он, или нет? Отвечает Афанасий Великий. Не могло оно не умереть, как смертные изо всех приносимые на смерть, на что и уготовал его спаситель. Посему-то, хотя умерло тело как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни. Владыка рабов садился смертным сыном, смертным сыном собственного своего раба, то есть Адама. Григорий Низкий чистый и все целый приемлет на себя скверну естества человеческого. Феодорит Кирский он соединил с собой побежденное сие естество. Вообще это просто бесконечно. Кирилл Александрийский воспринял согрешившее естество. Блаженный Августин принял да Господь наш Иисус Христос с собою принес Божество смертность же обращаю ваше внимание смертность же приял от нас принял где принял ее во утробе Девы Марии он прям предвидел наверное этот догмат католической церкви о непорочном зачатии Девы Марии и почему догмат это введен вы понимаете вы понимаете почему догмат этот введен католической церкви для того чтобы оправдать что Христос воспринял естество какое природу непорочную чистую как у первозданного Адама а как же мог если Дева Мария не изъята из области первородного повреждения и придумали догмат непорочного зачатия Божьей Матери представляете они же которые ссылаются постоянно на блаженную Августина вдруг здесь игнорируют его который прямо пишет что он принял эту смертность во утробе Девы Марии лев великий которого на четвертом вселенском соборе я не знаю возвеличили как столпа православия говорил бессмертный бог не вознушался сделался человеком могущим страдать и бессмертный подвергнуться закону смерти не принял просто так на себя мог не умереть а принял смерть закону смерти потому что принял эту природу ради нас пишет он он стал по природе страстным человеком по природе страстным посмотрите в общем целый в общем отцов бесконечное множество а в наших богослужебных книгах господи да вы найдете непрерывно об этом речь что же писали автарто-дакеты против которых гневно выступал преподобный Иоанн Дамаскин гневно выступал Юлиан Галикарнацкий это один из отцов этой ереси автарто-дакетов утверждал что во Христе как и в Адаме до грехопадения не было ни тления ни неукоризненных страстей которые являются ну следствием грехопадения первого человека но хотя Христос был и не повинен таким законам поврежденной природы однако понимаете идея какая он принимал пищу и питье и подвергался страданиям и это не фантазия или мнимость ну он пишет не фантасия или докиси но на самом деле и при том не не экс ананкис фисикис то есть не по природной необходимости но не по природной необходимости слышишь только сейчас я вам подчеркивал природой так да но экусиос вольно ради совершения нашего спасения какого же спасения интересно если это получается что не по закону природы по мнению автарта дакетов плоть Христова с самого начала была такой же как она явилась нам по воскресении в воскресении ничего не произошло оказывается и чего это православные торжествуют это праздников праздник называют вот на западе гораздо проще я помню где-то не помню ну за границей где-то был Пасха простое воскресение что на Рождество там творится вы себе представить не можете а Пасха так себе а что особенно он и до воскресения такой же был оказывается слышите какие вещи плоть Христова я вам цитирую автарта дакета яна дамаскина цитирую с самого начала была такой же как она явилась нам по воскресении и слезы Христа были нетленны и плюновение божественное подумайте что говорит только ай-яй-яй Иоанн Дамаскин пишет итак послушай дальше нечестиво утверждать как утверждает нечестивый Юлиан и Геиан что тело Господа и до воскресения из мёртвых было нетленным в этом значении слова ибо есть оно нетленное то ни одной с нами сущности и всё о чём повествуется в Евангелии именно голод жажда прободение ребра смерть было не действительно а только мнимо если же сие было мнимо то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман и Христос был мнимым и недействительным человеком и мы спасены мнимо они действительно вы слышите как сильно пишут но да не будет всего и говорящий сие да не наследует спасение восклицательный знак а мы получили и получим истинное спасение сейчас есть тенденция вы слышите оправдать автар тадакетов утверждать что никто их никогда не осуждал видите ли надо вселенский собор оказывать чтобы только осудить какая беда и андамаскин такие гневные слова просто пишет что я не знаю даже ну еще зачитаю автар тадакет это называется гаянитами юрианисты же и гаяниты не только отрицают различие двух естеств во Христе но и учат что тело Христа самого своего образования было нетленным вот и что претерпел все страдания голод жажду но не говорят что он претерпел их таким же образом как мы ну конечно ибо мы переносим страдания по естественной необходимости Христос же говорят они переносил их добровольно и не рабствовал законным естества вот у него много написано по этому поводу решительно это осуждает отвергает действительно это это классическое выражение того что впоследствии было названо монофизитской ересью иоанн дамаскин и осуждает это как монофизитскую ересь я почему вы видите почему вам говорю еще раз предупреждаю вас идет прямая тенденция сейчас христос христос принял первозданную природу адама спрашиваешь их тогда что же он сделал на кресте это это же крестоборчество если уже воплощение он исцелил ради пришел чего исцеление он воплощение уже все сделал крест не нужен ересь автардакедов это ересь крестоборческая вот беда то какая имейте просто это ввиду но я хочу сказать и другое и очень важную вещь почему мы с вами так много говорили о родовом повреждении и отличали его от первородного повреждения очень важно Григорий Палама пишет слово Божие приняло плоть такую как у нас обращаю внимание друзья мои пожалуйста и хотя совершенно чистою слышите и хотя совершенно чистою однако смертную и болезненную ух как хорошо проведена грань между тем что мы называем первородным повреждением и родовым еще раз напоминаю друзья мои смертность тленность и страстность болезненность не оскверняют нашей плоти тот нет скверна скверна начинается когда когда переступается порох и наступает то что мы называем родовой поврежденностью вот этой страстностью греховной чем же действительно состояла жертва Христова почему Христос спаситель называется что он такого сделал то прямо скажу вам что православное понимание это вопросы существенно отличается как от понимания спасения помните вы сами говорили во всех языческих религиях так увы к великому сожалению и от понимания которое присутствует в западном христианстве увы и нам то это очень важно знать особенно сейчас когда западное христианство движется на нас знаете как танковая колонна но впереди женщины и дети улыбки приятные мы с вами друзья вместе исповедуем все и сами того не понимая я не думать что там какое-то коварство нет-нет они не понимают они уверены что они несут истину этим темным православным которые еще никак не могут постичь вот этой премудрости вот так друзья мои итак попытаемся с вами сейчас давайте поговорить об этом важном вопросе патриарх Сергий Строгородский писал православие и инославие противоположно между собой вы слышите ой какой антиэкуминист что с ним сделать не знаю безобразие противоположно пишут неразличные ну отличаемся мы все друг от друга но мы а противоположные ой-ой-ой ну послушаем дальше православие инославие противоположны между собою так же как противоположны себя любие жизнь по стихии мира сего ветхий человек и жизнь по христу человек обновленный и дальше два совершенно отличных не сводимых одно на другое мировоззрение правовое западное и нравственное православно-христианское вы слышите какое сильное утверждение сильное утверждение совершенно антиэкуменическое я вам напомню что такое экуминизм экуминизм это движение которое ставит своей целью объединение всех церквей на начало дружбы любви и совместного причечения и признания друг друга за церкви понятно признание за церкви в каком качестве в том в котором они находятся запомните пожалуйста что экуминизм не ставит своей целью обсуждение и выявление истинного образа церкви по отношению к которому мы должны исправить себя нет не будем говорить какой там истины каждый из нас убежден в своем истинном образе и признаем давайте друг друга как факт и будем в мире любви и совместном причечении нет искания истины вы слышите нет искания отсутствует это искание и не только отсутствует это искание отсутствует почему насмерть убеждены в истинности своих своих утверждений просто непринятие непринятие вот диалоги все проводятся какие вы что думаете самое большее что достигалось самое большее к сожалению самое большее это поиск таких слов и формулировок которые давали бы возможность сохраняя свое убеждение так сохранять свое убеждение вот так сохранять то есть таких формулировок при котором и та и другая сторона могла бы вкладывать в них свой смысл не задевая другого один и тот же одни и те же слова но смысл может быть разный и вот поиск и наконец находили эти совместные слова каждый причем оставался при своем мнении вот и все нет поиска истины вот что беда нет искания нет открытости открытости нет если давайте рассудим почему мы разделены давайте посмотрим где он этот истинный область давайте рассудим нет рассуждаем беремся и что получается что получается иногда до слез доводили помню обсуждаем о священстве и показали показали что оказывается да и апостолы апостольское учение о священстве оно и предполагает таинство священства преемственность рукоположения от апостола и доказательством этому что служит служит что служит ладно апостолы написали мы можем по разному понимать по разному можно по разному верно Пресвитер – старший, епископ – надзиратель. Как же узнать, о чём пишут апостолы? Открываем Писание мужей апостольских, учеников апостолов, уж которые, наверное, лучше, чем мы в 20-м или 21-м столетии понимаем смысл того, о чём писали их, вот, живые, учителя. Когда находим что? Прямое учение о необходимости преемственности рукоположения, о священности как таинства. Их ученики то же самое пишут. Я помню, как мы приводим отцов прям первого, второго, третьего столетия, четвёртого. Дальше просто бессмысленно уже, само собой разумеется. Вот рукоположение! Видите? И как же вдруг у вас в 16-м столетии вдруг вы сами себя рукоположили, объявили? Я почему говорю? Была трагикомическая ситуация. Одна пресвитерша заревела. Ах, вы не признаёте нас за священников! На что мы ей ответили? Простите, но вы же отрицаете таинство священства, а не мы! И вместо того, чтобы сказать, да, вы правы, вот оно, учение апостольское, ярко выраженное – каемся, каемся! Нет рёв! Вы не признаёте! Вы не признаёте! Это вам иллюстрация, друзья мои, очень серьёзная, которую вы должны понять. Ещё раз вам говорю. Увы, экуменическое движение не ищет истины, на фундаменте которого только могли бы церкви стать едиными. На фундаменте чего? Истины. Нет-нет! Оно ищет не истины, а ищет плодов сразу, объединения, сразу единство. Сразу единство просит. На что мы говорим, что, простите, без истины единство – это духовный блуд. Да. Мы же любим друг друга. Приходится приводить им пример. Да, он и она любит друг друга. Но до брака, если они вступят в отношения эти, мы говорим – блуд. Так и здесь. До того времени, пока мы не достигнем единства и начнём совместно причащаться, это будет ужаснейший блуд, духовный блуд. Я бы ещё об этом говорю. Непрерывные призывы, как называемому интеркоммуниону, то есть совместному участию в причащении, совместного совершения таинств – это есть духовный блуд, который сейчас уже давно достаточно, уже совершается непрерывно. вы слышите? Увы, непрерывно. Я говорю не только о католических, подчас высших прилатах, которые причаются, я знаю, у лютеран, англикан, на этих совместных, но, увы, есть факты, по крайней мере, были факты, сейчас не знаю, когда на этот, это совершали и некоторые православные. Были и такие вещи. Это есть духовный блуд. Прежде заключения брака нельзя вступать в эти отношения. Прежде чем до заключения церковного единства, в достижении истины невозможен никакой интеркоммуниум. Наша задача должна быть в стремлении к истине, а не к тому, чтобы объединиться. Мы тогда должны так и сказать, что давайте искать не церковного единства, а искать другого. И это другое. Что? Жить в мире и братолюбии. Пожалуйста! Вот это хорошее дело! Вы называете христианами, мы христианами, мы должны действительно уважать друг друга. Да! Вот это да! Жить в братолюбии – да! Прекрасная идея! Всё! Не касайтесь таинств. Не касайтесь церковного единства. Ибо там мы вступаем в совершенно другую область. Вот так я вам комментирую, комментирую, друзья мои, высказывание патриарха Сергия. Ух, как он хорошо сказал, действительно! Себя люби! Ни малейшего нет стремления к тому, чтобы объективно оценить и искать истину. Не открыты к истине. Ни католики, ни протестанты. Не открыты, к сожалению, к истине. Вот это вот беда. Закрыты. Примите нас такими, как мы есть. Вот так. Мы вас принимаем. Мы вас принимаем. А вы почему нас не принимаете? Мы вас принимаем, как есть. Мы называем вас церковью. А вы почему не считаете нас за церковь? Представляете? Мы говорим, очень печально, что вы, не узнав, если не знаете нас и не зная, насколько мы истинны, принимаете нас за церковь. А вы убедились, что мы истинны или нет? А если убедились, тогда почему не становитесь такими же? Если убедились. А если не убедились, тогда что вы делаете? Вы обманываете себя и нас? Дважды два – может быть только четыре. Но никак не сорока на колу. Я сделал это маленькое отступление, друзья мои, для того, чтобы вы лучше поняли, к какому ответственному и важному вопросу мы с вами подходим, и как он, какое находит отражение и выражение в современной христианской ситуации. Итак, в Священном Писании мы находим целый ряд понятий, которыми выражается существо жертвы Христовой. Видите, целый ряд. Я вам перечислю их, хотя бы, и, наверное, не всё скажу. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Святые отцы прибавляют ещё «обожение» и другие. Вы слышите, сколько понятий? Много. Они употребляются в зависимости от ситуации и от тех, кому, кому, в частности, к кому обращены эти слова, особенно, когда мы обратимся к посланиям апостольским. Они же писались к разным же аудиториям. Есть послания к евреям, прям ясных аудитория. Есть послания другие там апостолы Павла, которые написаны из христианам, к людям из язычников, разной аудитории, и с учётом их образа мыслей употребляются и соответствующие понятия. Когда вы обращаетесь и пытаетесь что-то объяснить кому-то, то вы смотрите, кто перед вами. Когда перед вами человек, который прожил уже целых семь лет, то вы объясняете одним образом. А когда объясняете человеку, которому пятьдесят семь лет, вы, наверное, другим образом будете объяснять, другими словами. Одно дело, совсем человеку, не сведущему в образовании ничего. Другое дело, человеку учёному, который привык, привык всё осмысливать и логически воспринимать. Правда же? Правда. Вот в каком смысле апостол пишет «С иудеями я был, как иудей, с язычниками, как язычник, чтобы каждому донести слово до его сознания». Вот о чём идёт речь. Итак, вы видите, это живые письма, и в них мы находим целый ряд вот таких, я бы сказал, центральных понятий, которыми пытаются описать и показать людям, что же совершил Христос. Конечно, каждое понятие употреблено в соответствующем контексте. К чему я говорю, друзья мои? мы стоим перед какой реальностью? Сейчас, сейчас. Перед реальностью того, что три основных ветви христианства, я говорю о православии, католицизме и протестантизме, так, что каждый из них сделала акцент на одном из этих понятий, акцент, принимая все прочие, все прочие принимая, но сделала акцент. И лучше сказать, даже в одном из этих понятий особенно нашло точное выражение того, что совершил Христос своей жертвою. Какие же эти понятия? для православия это понятие спасения, если хотите, еще исцеления. Для католицизма это понятие искупления. Для протестантизма это понятие оправдания. Мы говорим, Христос наш Спаситель. Католики скажут, удобнее и лучше сказать, Христос наш Искупитель. Мы говорим точно так же? Говорим, конечно. Суть не об этом, что говорим, где находим самую сердцевину. Протестанты скажут, что все-таки пожалуй, точнее всего выражает понятие оправдания и верно. Если мы обратимся к их вероучительному контексту верно, именно в этом они увидели в этом понятии наиболее точное выражение совершенного Христом. Я сначала скажу о западном понимании. Это для нас очень важно. Вы знаете, в сравнении лучше выясняете значение любой категории. Патриарх серьги наши богословы, очень многие прямо говорят о том, что западное понимание носит характер юридизма, понимание жертвы Христовой. Характер юридизма. то есть рассматривает жертву Христову как акт, связанный с контекстом юридического или правового характера отношений между Богом и человеком. Хомяков в своих замечательных письмах, которые бы уже советовало вам, друзья мои, всё-таки прочитать когда-нибудь письмах о западных исповеданиях. 19 век письма, но ни на одну йоту не потеряли своей актуальности для нашего вот настоящего времени, настоящего дня. Ни на одну йоту. Это человек глубочайшего ума. Он выразил это западное, в частности, католическое понимание в таких терминах говорит, там всё у католика кредит, кредит сейчас и дебит. Я тебе, ты мне. Сколько я тебе, столько ты мне. Ну и с процентами, конечно. Без процентов как же, иначе не проживёшь. Вот всё построено на этом. Друзья мои, и это не ирония, а это прям самая сердцевина тех отношений, которые усматривает католицизм, и за ним протестантизм, то же самое в понимании жертвы Христовой. Кстати, хочу вам сразу сказать, пожалуйста, запомните, что протестантизм, хотя он обозначен словом протест, протестантизм, протест на самом деле является законно рождённым чадом католицизма. Вы слышите? Законно рождённым. Протестантизм, он немножко только продолжил. Не немножко. Он сказал то, о чём подчас католицизм запнулся и не стал говорить. Ну, представьте себе. Я вам говорю, дважды два, не понимаете, что ли, дважды два? Ну, ну, понимаю. Ну, а говорите, что? Ну, и так понятно, что такое дважды два. А протестантизм четыре! Вы что, не знаете, что ли, что дважды два – четыре? «Версень» 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 Продолжение следует...